На прошлой неделе глава города вместе с Комитетом по управлению имуществом объезжала территории. Взгляд Натальи Котовой зацепился за перекрёсток улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску. Там появились НТО. Внешне по дизайну совпадает всё с нашим дизайн-кодом. Но представители КОИЗО говорят о том, что они стоят не в тех местах, которые включены в схему размещения этих объектов. Поэтому возьмитесь за эту работу. И вообще по улице и 40 лет Победы, и по 250. Там достаточно много. Главе Калининского района придётся отвечать ещё за один проблемный перекрёсток. Бойка торговли идёт на пересечении проспекта Победы и улицы Чечерина. Киоски популярны среди жителей, но не вписываются в атмосферу 21 века. Эти ларьки, по словам Натальи Котовой, нужно привести к единому дизайн-коду. В том числе те, что уже попали в схему размещения НТО. Всего же за прошлую неделю с улиц Челябинска исчез 21 киоск. 13 из них демонтировала городская среда. Ещё 8 убрали силами третьих лиц. При этом необходимо отметить, что сначала действие порядка. Когда такое право у третьих лиц появилось, поступило всего 399 заявлений. Из них уведомления о демонтаже получили 358 человек. Все они находятся в работе.